Татьяна Устинова родилась 21 апреля 1968 года в подмосковном поселке Кратово, Россия в семье инженера. Отец работал на местном авиастроительном заводе, мать занималась воспитанием двух дочерей старшей Татьяны и младшей Инны. Именно мама привела детям интерес к литературе. Уже в дошкольном возрасте Татьяна знала наизусть некоторые произведения русских и зарубежных классиков. В семь лет родители решили отдать девочку в спецшколу с углубленным изучением английского языка. Писательница признавалась, что любимыми предметами для нее были история и литература. Но при выборе вуза она руководствовалась советом старших, поэтому стала студенткой МФТИ, после получения диплома о высшем образовании Татьяна по рекомендации сестры стала сотрудницей ВГТРК. В обязанности молодого специалиста входил перевод англоязычных программ 60 минут, спасение 911 на русский язык. Помимо работы на телевидении на протяжении трех лет девушка трудилась в пресс-центре российского президента Бориса Ельцина, а затем год выполняла обязанности пиар-менеджера в торговой палате РФ, но за дефолтом последовали массовые увольнения, и Татьяна оказалась не у дел. Кризис вынудил Стинову начать писательскую карьеру. Такое смелое решение повлияло на жизнь Татьяны Витальевны, разом изменив ее творческую биографию. Первая книга Татьяны Устиновой «Персональный ангел», рабочее название «Гроза над морем», вышла в 1999 году и сразу же разошлась большим тиражом. Благодаря блестящему дебюту писательница издательства «Эксмо» заключила с Устиновой долгосрочный контракт. Вслед за первым романом в печать отправились книги «Пороки» и их поклонники, «Развод» и «Девичья фамилия». Успех сопутствовал хронике гнусных времен с первых дней после публикации. В этом Устинова убедилась воочию, когда во время ливня пыталась сесть в такси, но водитель лишь отмахнулся от клиентки так был увлечен чтением романа. Писательница всегда отстаивала право на написание детективов. Она считает, что только этот жанр дарит ей неслыханную свободу как автору. Об этом она рассказала в интернет-проекте «Эмпатия Манучи». Для героев некоторых романов литератор выбирает узнаваемые прототипы. Образ телеведущей Арины Шараповой угадывается в детективе «Богиня Прайм Тайма», черты пионера российского веб-дизайна Артемия Лебедева схожи с портретом героя книги «Запасной инстинкт». Познакомившись с бывшей вице-губернатором Красноярского края Людмилой Селивановой, Татьяна Устинова под впечатлением от ее личности создала произведение «Первое правило королевы». Татьяна Витальевна в интервью поделилась секретами написания книг. За компьютер она садится только после того, как сюжет уже готов. Работа занимает порядка три месяцев. Единственный раз этот срок составил «Пять недель». Книжку заказала родная сестра литератора. Отдельная история придумывать имена героям, этому пункту писательница посвящает много времени. Нередко Устинова берет консультации у представителей правоохранительных органов. Помимо собственного творчества Татьяна Витальевна остается увлекающимся читателем, которому интересны произведения множества жанров. Сама писательница стала председателем жюри премии «Русский детектив», которая в 2021 году вручалась второй раз. В кино и на телевидении по произведениям Татьяны Устиновой неоднократно создавались экранизации, первой из которых стал сериал «Всегда говори всегда», выпущенный в 2003 году для показа на телеканале «Россия-1». За создание сценария к телефильму Татьяна Витальевна получила в 2004 году премию «Тэфи», в этой картине она участвовала и в качестве актрисы эпизода. Главные роли в ленте исполнили Мария Порошина и Даниил Страхов. В 2005 году на экраны вышло сразу семь картин по книгам Устиновой. В сериале «Богини прайм-тайма» главные роли достались Ольге Ломоносовой и Александру Дьяченко, в ленте «Близкие люди» Сергею Горобченко и Наталье Лесниковской. В фильме 2006 года «Седьмое небо», который создавался при участии канала СТС, главные роли исполнили Александр Лазарев, младший и Ольга Сутулова. Спустя три года для канала НТВ был снят фильм «Грязная работа», в котором Владислав Галкин сыграл одну из своих последних ролей. В 2014 и 2015 годах на канале ТВЦ состоялись премьерные показы четырех детективных сериалов, два из которых на одном дыхании и неразрезанные страницы были созданы по произведениям, принесшим автору главные премии конкурса «Электронная книга». Фильмы по романам Устиновой продолжают сниматься каждый год. В 2021 году завершилась работа над сериалами «Серьга Артемида» и «Пояс Ориона». Режиссером проекта выступил Петр Амелин. Кроме того, был заключен контракт на создание новых серий про героиню последних книг автора Манюпа Ливанова, Вместе с Павлом Астаховым Татьяна Устинова несколько лет проработала в судебном ток-шоу «Час суда», которое транслировалось на телеканале РЕН-ТВ, итогом творческого союза явилось создание мини-серии «Я судья». Первая книга увидела свет в 2010 году. С 2015 года Татьяна Устинова ведет передачу «Мой герой» на телеканале ТВЦ. Гостями писательницы становятся известные актеры, политики, литераторы, режиссеры и другие публичные лица. Татьяне Витальевне удается построить беседу так, что герой предстает с той стороны, которая наименее известна зрителю по многочисленным публикациям в прессе. Над проектом работает команда профессионалов, только редакторский отдел составляет четыре человека. Порой, по словам телеведущей, приходится проводить интервью за персонажи не все гости оказываются разговорчивыми. Спасает сценарий программы, который писательница выучивает заблаговременно. Бывает, ситуация складывается наоборот. Во время съемок выпуска с Валдисом Польшем Татьяна Витальевна сильно болела, поэтому ее коллега провел беседу самостоятельно, сам задавал себе вопросы, сам отвечал на них и делал это настолько искусно, как может только профессионал. В 1983 году состоялась свадьба двух студентов Татьяны и Евгения Устиновых. В молодости будущая писательница всегда ориентировалась на опыт старших. По мнению дедушки, ее жених был достойной кандидатуры для создания семьи, поэтому Татьяна Евгеньевна воспользовалась его советом. Молодожены в тот момент учились в МФТИ. По словам Татьяны, первое время она не испытывала сильных чувств к мужу, что не помешало ей дважды стать матерью. С разницей в 10 лет в семье родились двое сыновей Михаил и Тимофей. Когда Устинова начала писательскую карьеру, ее брак оказался на грани распада, Татьяна и Евгений какое-то время даже жили отдельно. Но вскоре отношения наладились, начался новый период в личной жизни Устиновых. Тем не менее Евгений категорически отказывался повторно идти в ЗАГС. Он объяснил супруге, что в его системе координат мужчина женится в жизни только один раз. Повторный брак с мужем состоялся в 2019 году, после съемок в юридической передаче, в которой участвовала Татьяна Витальевна. Муж присутствовал рядом и услышал, что незарегистрированных супругов не пускают даже на опознание. Фраза стала для Евгения весомым аргументом.